Боже, ущедренный, благословенный, просвети лицея Твоя на ней, помилуй на ней. Аминь. При всей свете истины, просвещая и освещая и всякого человека грядущего в мир, дознай муста на свет лица Твоя, в этом ли мы им свет непреступный, и исправи стопы наших деланью заповедей Твоих, молитвами причистоя Свою Матерью всех святых Твоих. Аминь. Справедной води, победительная, якорь, избавшись от злых, Благодарственная, восприсуем Тераби Твоей, Богородице, нояко имущая державу непобедимую, от садих нас бедствобади да завемти, радуйся невестами небесной. Слава Тебе. Слава Твою Сыну, Святому Духу, имени пресны и велики веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, жестко, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами причистоя Своей Матерью всех святых, помилуй и спаси от нас, как благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Затаустова о житейских попечениях и суесловии. Не замечал ли ты, что и из телесных очей, если они постоянно бывают в дыму, всегда текут слезы, а на свежем воздухе, на лугу, при источниках и в садах, они становятся и здоровее, и острее. Тоже бывает и соком душевным. Если оно питается на лугу духовных учений, то бывает чистым, ясным и проницательным. А если погружается в дым житейских попечений, то непрестанно будет точить и проливать слезы и в этой, и в будущей жизни. Подлинно дымоподобны дела человеческие, потому что некто и сказал, исчезли как дым дни мои. Псалом 101. Но пророк хотел этими словами выразить только мысль о краткости и непостоянстве жизни человеческой. А я сказал бы, что их должно разуметь не в этом смысле, но и как указание на мятежность жизни. Действительно, ничто так не угнетает и не возмущает душевного ока, как толпа житейских забот и рой пожеланий. Это дрова для упомянутого дыма. Подобно тому, как обыкновенный огонь охватывает вещество влажное и промокшее, разводит густой дым, так точно и сильная пламенная страсть, завладевая вялой и слабой душой, производит большой дым. Вот почему необходима роса духа и легкое его веяние, чтобы угасить этот огонь, развеять этот дым и окрылить наш разум. Невозможно, невозможно никак обремененному таким злом воспарить к небу. Нет, нам надо быть хорошо припоясанными, чтобы совершить этот путь, а вернее сказать, и при этом невозможно, если не возьмем крыльев духа. Итак, если нам нужен и легкий ум, и благодать духа, чтобы взойти на эту высоту, и у нас ничего этого нет, если напротив мы влачим с собою только противное и сатанинскую тяжесть, то как мы можем воспарить, когда такая тяжесть влечет нас с долу? Если бы кому-нибудь вздумалось на верных весах взвесить наши слова, то в тысячи талантов житейских разговоров он едва ли найдет и сто динариев духовных слов, а вернее сказать, не найдет и десяти оболов. Аминь. Аминь.